На заслуженные каникулы отправились студенты Института третьего возраста при территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района. Плодотворно поработав в течение года, потянув знания в разных областях и получив навыки в новых направлениях, они со спокойной совестью смогут отдохнуть, набраться сил, чтобы в сентябре снова начать постигать науки, искусство, приступить к спортивным тренировкам. По всем традициям уходу на каникулы предшествовала торжественная линейка, на которой были подведены итоги учебы, а также отмечены заслуги преподавателей и студентов. Я завидую тем, кто заканчивает Институт третьего возраста, потому что о их возрасте не говорит внешне абсолютно ничего. Это молодые душой, задорные внешне, очень симпатичные, можно сказать, молодые люди. И в этом году Институт третьего возраста заканчивает около 550 бабушек и дедушек. А буквально через два дня состоится выпускной бал в школах и гимназиях Ленинского района, которые в этом году закончат 670 учеников. То есть в Ленинском районе все складывается очень хорошо. Количество бабушек и дедушек примерно равняется количеству выпускников. Так и должно быть. И всем желаю, чтобы такой же баланс сохранялся. Торжественная линейка по случаю окончания учебного года не повод для грусти для пожилых людей. В отличие от других учебных заведений в Институте третьего возраста учащиеся могут получать знания до тех пор, пока сами этого желают. И даже седьмой год обучения для каждого из них был далеко не последним. Эти студенты имеют огромное истребление к постижению нового. Об этом красноречиво говорит количество желающих заниматься как в основных кружках, так и появившихся относительно недавно. У нас работает 8 направлений в Институте третьего возраста. Наши слушатели изучают, совершенствуют иностранные языки, обучаются компьютерной грамотности, шьют, вяжут, пишут картины, ну и просто рисуют, а также они изучают историю, культуру родного города и своей республики, нашей родной республики Беларусь. Но наибольшей популярностью пользуется у всех слушателей и направлений физической активности. Заслуга в том, в работе нашего института, вот в этой результативности не только специалистов, которые работают в центре, но и нашей опоре, нашего фундамента такого, преподавателей и волонтеров. Их в этом году 32 у нас. На праздничном мероприятии были высоко отмечены достижения преподавательского состава и волонтеров, наставников, которые, не жалея своего времени и сил, в течение года работали со студентами института третьего возраста. В числе награжденных Людмила Пронюк. Именно эта женщина возглавила волонтерское движение. При ее четком и умелом руководстве обладатели золотых лет подарили золото своих душ десяткам детей. А для самой Людмилы Викторовны институт – это второй дом, а его слушатели – близкие родственники. Наши слушатели – это особые люди. Все-таки третий возраст, им не хватает внимания. И каждому, который придет, нужно сказать доброе слово и сказать, как я рада вас видеть, какая у вас сегодня замечательная прическа, как у вас там дома. Я знала всех. Я считаю, что основная наша задача института – чтобы наши пенсионеры не ходили с жалобами, а думали о своем здоровье, думали о том, что возраст их тоже замечательный, что они нужны и детям, и внукам. И хотелось бы, чтобы они, все наши пенсионеры, больше улыбались. Были отмечены заслуги всех тех, кто проявлял заботу о ближних, малоимущих семьях, детях-инвалидах, тех, кто проводил благотворительные акции в домах-интернатах, социальных приютах, вспомогательных школах – все это стало результатом активной деятельности добровольцев в этом направлении. Если кто-то загрустил, обнимем, расцелуем и говорим так, сбросьте с себя эту ношу и вперед. Вот шары надуваем, людей развлекаем, делаем людям праздник. Вот я недавно на Гродно, значит, День защиты детей. Я говорю, я на берегу, у меня морская качка. И вдруг мне говорят, так, быстренько в рубку, в капитанскую, быстро юбку одела, все, и я забыл про морскую качку. Люди уже в очень зрелом возрасте, с ними надо тонко говорить. И здесь самые разные люди, кому 50, а кому 70. Но самое главное, что меня здесь взбудоражило и просто перевернуло, это то, что в таком возрасте люди хотят еще познания. Французы говорят, «шерше ла фамм», правда? О, это всегда так, да, «шерше ла фамм». Она всегда защита всей всей жизни, всей жизни. Это всегда женщины, которые имеют важный роль в нашей жизни. Результат плодотворной работы преподавателей – пополнение рядов новыми студентами. В прошедшем учебном году заметно увеличилось количество желающих приобщиться к здоровому образу жизни, прекрасно выглядеть и духовно обогащаться. В этом стремлении пожилым людям помогали профессиональные инструкторы. Институт третьего возраста закрыл свои двери лишь на летние каникулы. За это время студенты смогут набраться сил, бодрости, энергии и с творческим запалом приступить к следующему учебному году. Тем более, что их ожидает большой выбор новых специальностей, которые, возможно, пополнят копилку имеющихся интересов и увлечений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова